На этой неделе депутатов увлек модный спор. Депутат Чечетов заявил, что не собирается ходить в парламент в вышиванках, чем грубо затронул болезненные струны национальной души. Две фракции пришли в Верховную Раду в вышиванках. Оппозиционер Анатолий Гриценко неожиданно встал на защиту своих идеологических противников и раскритиковал депутатов в вышиванках. Ему тут же вынесли модный приговор. Некоторые депутаты настолько обижены, что даже обещают при случае поговорить с Гриценко по-мужски. Три дня бурлит украинский парламент, все спорят по поводу вышиванок. А мы решили присмотреться к национальной одежде, в которой ходят избранники народа. Чернигибская. Вышиванка что означает? Червоный то любого, а черный то журва. Это полтавский УЗИ. Есть такой стерилизованный безпинечный фирм. Безпинечный, все? Уважаю. Что означает вашу вышиванку? Моя вышиванка – это традиционный одяг того народа, до которого я належу. А сигарету привезли из Америки. Рубашка, яка мне дуже пасует. Флобожанская форма, ну, такий темный лен, я сам с мужчиной. И, если честно, я не краизнавший, знавец. Это, это конкретно, Болинская вышиванка. А почему вы сегодня без вышиванки? А что, я вчера был вышиванцем, я вчера не входит. Скажу, что это белое с синем, а это черное с червяной. А у вас? Вы задаете бата запитание, идите наше представление, она вам расскажет. Почему я должен быть у вышиванцем? Это что, униформа? За всю свою жизнь я ни разу вышиванка не одевала, но не является моим национальным костюмом. Меня предупредили, в Украине опасно шутить по поводу вышиванок. Про шаровары пожалуйста, а про вышиванки лучше не надо. Меня отговаривают здесь все. Говорят, толерантность заканчивается там, где начинается вышиванка. Шеф-редактор нашей программы даже женился в вышиванке. У нашего режиссера Анны целая коллекция вышиванок. Но, в конце концов, у нас же свобода слова, и я готовился, придумал шутку. Итак, шутка про вышиванку. Вот такие вот они, вышиванку.